Добрый день, дорогие друзья! Вот мы с вами и начинаем очередной наш разговор, но я боюсь, что он сегодня у вас будет не таким долгим, как обычно, потому что тема, которую вы сами начали и остановились, я имею в виду тему атеросклероза, в которой я начал комментировать ваши отношения к этой проблеме с атеросклерозом, и тоже остановился. Я хотел посмотреть, когда вы придете к некому заключению по этой самой теме, и тогда уже как бы в это дело вмешаться. Ну, по крайней мере, самое главное, что в этой теме было, обрисовано участниками и Санти, и Владимир, и Иоанн 777, и Закускина, и, ну, скажи, все, и Марина С. Сейчас люди, которые принимали в этом участие, они очень многое сделали для того, чтобы было понятно, мне кажется, каждому, о том, что заниматься отдельно атеросклерозом, не понимая, что произошло еще там внутри, и вовсе не стоит. Надо понять для себя, по крайней мере, на нашем уровне, на уровне нашего созревания с точки зрения по отношению к собственному здоровью, конечно, проблема атеросклероза – это краеугольная программа, краеугольный камень этой программы, это совершенно точно. И если мы не называем то, что мы делаем, борьбой с атеросклерозом, то это не значит, что мы не боремся с ним. Не боремся с ним. Поэтому я посмотрю, если, так сказать, дополнения по атеросклерозу не будет, значит, тогда со следующей встречи я начну снова говорить. Мы только должны с вами понять, что это причина огромного количества нарушений внутри нашего организма, связанного и с энергопроизводством, и с функциональной реализацией любой системы, будь это печеночная, будь это легкие, будь это почки, мочевыводящие, будь это телезенка и органы кровотворения. Вот так что мы должны с вами это понимать. Вот вмешательство или возникновение признаков атеросклероза во всех этих системах и начинает портить нам жизнь со страшной силой. Но вот в интернете сейчас даже появилось, так сказать, некоторые публикации по детоксу, и опять идет такая страшная, страшная совершенно нагрузка, такая макси-информация по поводу того, какие страшные у нас паразиты, и как надо с ними бороться, и что с ними надо делать. И новые препараты, и новые лаборатории, какие создают новые препараты. Когда смотришь состав этих препаратов, то удивляешься, что новое, это всю жизнь было в русской традиции. Но теперь это стоит 6, там 4, 3, 6 тысяч рублей, понимаете? Хотя эти травы можно купить намного-намного легче и дешевле, что самое главное. Поэтому, так сказать, к этой проблеме от атеросклероза мы с вами вернемся, вернемся через некоторое время. Ну и я попробую свести все вместе для того, чтобы у нас появилось такое все-таки некое обобщение, что ли, картины, связанные с атеросклерозом. Более того, я абсолютно уверен, как только это уяснится для вас, для меня и для вас, вот хочется очень в эту сторону как бы эти мысли направить. Потому что очень много хорошего, красивого выставила и Санте, и Закускина, и Марина Эс, и Владимир, очень интересные вещи об общении, так сказать, нам с вами сообщил. Так что имеет смысл вам познакомиться со всеми страницами, которые есть по этой теме на нашем форуме. Поэтому я сегодня начну с коротких вопросов, которые пришли в сообщение ко мне в качестве вопросов. Вот. Но они очень-очень непростые. Очень непростые. Кажется, такие простые. Даже Сергей Булыч назвал так. Небольшой вопрос по скипидарным ваннам. Но мне кажется, что он очень большой. Потому что вот, ну, об этом чуть позднее. Первый вопрос, на который меня просят ответить А777, такой, костный бульон. На форуме Самира и Олетка писали, что варил костный бульон в скроварках. Кости развариваются за два часа. Влияет ли такой способ на конечный результат? По-моему, девчат надо расцеловать за такое ноу-хау. Ну, это не ноу-хау у девчонок, а ноу-хау у тех, кто придон в скроварку. Ну, понимаете, какая вещь? Конечно, это годится. Конечно, можно. Потому что наша задача, в общем, тогда, когда мы делаем костный бульон, заключается не в том, чтобы его сварить. А его сварить в такой степени, чтобы основные вот эти вот хрящевые, соединительно-тканные структуры ткани, они на костях не остались, они из костей выварились. Хрящевые покрытия тоже разварились до такой степени, что стали просто частью этого бульона. Вот это самая главная задача. И если за эти два часа или три часа в скроварке это происходит, значит, вы добились результата. Значит, можно его использовать. И довольно неплохо. Поэтому, так сказать, пожалуйста, вот когда другой разговор, что так, как надо готовить эти самые костные вот остатки для того, чтобы этот бульон получился как надо. Ну, первое условие. Пожалуйста. Я делаю так. Вы можете, конечно, брать с меня пример этот не брать, но я делаю так. Я вначале эти кости замачиваю в холодной воде, в чистой холодной воде. Причем это ни там 15, ни 20 минут. Они в этой воде лежат, отмокают часа два. Часа два. Потом я их мою, сливаю все это дело, мою. И, так сказать, ставим где-то на огонь, и начинается нормальное такое активное кипение. И вот при этом активном кипении эти кости еще минут 15 кипят. И только потом вот этот бульон сливается, и уже потом я его ставлю на приготовление этого бульона. Потому что, ну, во-первых, когда мы их покупаем, эти кости, мы не знаем, сколько они пролежали, где пролежали, какие животные использовались, что они ели, чем их кормили и так далее, и так далее. То есть там балластных веществ, может быть, неприятных для нас с вами. Почему? Довольно часто жалуются, говорят, какой-то такой неприятный привкус появляется, привкус, запах от этого бульона. Так вот тогда, когда мы поступаем вот таким вот образом, ни этого привкуса, ни запаха неприятного для человека не остается практически. Ну и уже вот с того момента, когда вы поставили варить еще раз, надо 48 часов, ну или 2-3 часа в скороварке. Так, как нам предложила Олетка и еще Самира. Понятно? И дальше очень хорошо использовать этот бульон. В августе по совету форумчан пил настойку чистотела, заедал ее костным бульоном. Через неделю заметил, не трамит принимаю при больших нагрузках. Прибавилось сил, прибавилось работы. Спать стал ложиться в час, а то и позже. А это зачем? А это зачем? Зачем это вам? В час и позже-то. Зачем? И все вернулось на круги своя. Как в анекдоте дали примату гранату. Ну вот примату гранату давать, конечно, не надо. И вернуться на круги своя тоже не надо. Хочу вам сказать, что вот это состояние большей твердости, понимаете, это не есть ощущение вот осознания себя, так сказать, здорового человека. Просто появляется больше сил и больше живешь. Но распорядок от нас никто никуда не убирал. И я заметил по себе одну вещь. Понимаете, этот бульон, он очень хорош. Но это очень активная, биологически активная добавка. Очень активная. В интернете довольно часто пишут, что этот интернет стимулирует иммунитет и так далее, и так далее. Нет, он не стимулирует иммунитет, потому что этот бульон является таким очень хорошим фактором в питании. В питании, в обеспечении жизни нашей иммунной системы, нашей кровотворной системы, нашей селезенки. Белочковая железа, например, в моем возрасте, она уже практически не работает. И ответственность за производство иммунных клеток ушла на кости, на костный мозг. Понимаете, вот такая вот вещь происходит с нами. Все оно так. Так вот, для этого организм просто появляется довольно много условий, при которых он может эту систему иммунологической защиты реализовать. Вот от чего появляется и устойчивость, и сила, и все. Но, если вы перебрали вот это вот, запомните, костного бульона, он может сказаться совсем даже иначе. Понимаете, вы через какое-то время вдруг почувствуете, что у вас как-то все обострилось. Обострилось. И вот тогда я, так сказать, вас обращаю, ваше внимание на некоторое время назад, потому что мы с вами некоторое время назад разбирали проблему или состояние так называемого обострения. Обострение – это боль, обострение – это воспаление, обострение, там, скажем, срыв ритма сердечного, еще какие-то головные боли, вдруг начинают спать, человек проявляет. Это все обострение. Обострение. И надо запомнить обязательно для себя, что вас к этому обострению привело. Так вот, костный бульон – это один из факторов, который может вызвать это вот обострение. Это не свидетельство, скажем, тяжести вашего заболевания. Это свидетельство глубины вашего заболевания, вашей патологии. То есть, это свидетельство многолетнего формирования этого процесса. И не важно, имеет ли он отношение к сердцу, к сосудам, имеет ли он отношение к вашим легким, почкам, печени, к кишечнику и так далее. Понимаете? Не важно. И здесь очень важно понять. Вот об этом я уже говорил тогда, еще раз, тогда, когда говорил о костном бульоне. Понимаете, что очень важно вот эти вот 3-4 недели пропить его и обязательно прерваться. А уж если вы почувствовали, что у вас вот такая вот история возникла, почувствовали, то есть, какое-то обострение, какая-то иногда даже не очень понятная тяжесть возникает в работе вашего организма. Вот тогда имеет смысл обязательно остановиться. И не меньше месяца пожить без этого самого бульона. Потому что бульон этот поставляет в организм очень большое количество микро-макроэлементов. Я говорю о кальции, я говорю о редкоземельных элементах, которые там есть. Все на свете. А самое главное, он поставляет довольно большое количество белка, специфического белка, который помогает организму воссоздать соединительно-тканную часть себя самого. То есть, понимаете, он заставляет работать регулятивный центр, да, который начинает управлять нашей биохимической фабрикой, и в результате то, что нам мешает жить, будет убираться активно из организма, то, что надо, пойдет в дело. Вот почему многие пишут о том, что тогда, когда они использовали костный бульон, то у них как бы лицо, кожа омолаживалось по всему телу, не только на лице, но и по всему телу, да, гидротация кожи была совершенно иной, намного лучше, да, то есть, этот бульон способствовал даже восстановлению микроциркуляции, микроциркуляционных процессов. Вот о чем мы должны с вами помнить. Но обострения могут быть. Но вот эти вот 3-4 недели переждали, проверили, успокоилось все, даже если вы в этот момент вынуждены были принять какие-то препараты, пожалуйста, но через 3 недели начните еще раз, и вы увидите совсем другой эффект. Исключит это момент, связанный вот с таким обострением, что ли, того процесса, который у вас есть? Нет, не исключит. Вполне возможно, что он повторится. Вот это обострение повторит, только бояться этого не надо. Понимаете? Не надо. Это не тот случай, при котором надо говорить, что, ах, я помираю завтра. Нет. Понятно? Вот это вот момент. Значит, надо поступить точно так же. Я вообще советовал бы вот этот костный бульон в том варианте или в 48-часовом приготовлении, при 48-часовой длительности приготовлении или вот приготовлении в скороварке использовать в течение года, ну, 3-4 раза. Лучше вообще 3-4 раза использовать. Ну, получается, в общем-то, получается так, два раза по три недели, скажем, в один квартал. Да, получается не 3-4 раза, а даже больше. Но если вы берете, скажем, один раз в месячный курс вот этого костного бульона и после этого, так сказать, вы два месяца отдыхаете, это тоже нормальный режим. Оно и получается 4 раза в год использовать этот режим, и вы много чего приобретете для себя. По крайней мере, я в этом абсолютно уверен, резко снизится ухудшение состояния по опорно-двигательному аппарату. Вот это совершенно точно. И есть довольно серьезное наблюдение тогда, когда мы с вами объединяем этот вот костный бульон и гипертермальные ванны, скепидарные ванны. Очень и очень помогают избавиться как раз от нарушений, связанных с атеросклерозом. Вот какая штука-то. И связано это вот с чем. Это связано с тем, что скепидарные ванны, особенно горячие, не обязательно гипертермальные, но горячие скепидарные ванны, они способствуют рассасыванию особенно микро-рубцов, которые и есть зачатки тех самых свободно-радикальных нарушений, которые возникают внутри сосуда, по вот этому внутреннему интимному слою сосудов. Вот там эти вот трубчики, они рассасываются и заменяются с нормальной тканью. Вот о чем мы должны с вами думать. Вот на фоне вот этого, такой добавки к питанию, как костный бульон и применение скепидарных ванн, очень и очень даже неплохо, неплохо. Ну и плюс тут всякие очистительные вещи. Далее. Первую порцию сварил бульон жирный, а то гоплавкие жиры, в том числе и говяжий. Друзья инфаркта и инсульта. Ну это как сказать, понимаете? Это как сказать? Это если рассматривать уже результат по времени. Если вы уже себе заработали условия, при которых у вас инфаркт и инсульт, условия для инфаркта и инсульт уже сформированы. А если нет, то тут измените шалиш. Вот поэтому вторую варку, прежде чем разлить, поставил в холодную воду, застывший сверху жир выбросил, а потом разлил в тару. Допускается ли это? Да, конечно, допускается. Но вот лучше поступать так, как я сказал. То есть тогда, когда его вымочили, вымыли как следует этот материал, из которого вы делаете этот бульон, да, а потом вы его закипятили и прокипятили ну хотя бы 10 минут, 10-15 минут. И вот этот вот бульон, первый бульон вы слили и вместе с тем жиром, которого там много у вас оказалось, он тоже ушел. Больше половины уйдет за это время, вот этого самого жира. Поэтому следующее, то, что будет уже скапливаться, вы можете поступить так, если вас это пугает. Слить этот жир, убрать его, застывший забрали, выкинули. Ради Бога, пожалуйста. Это можно делать. Но, как правило, уже таких излишнего жира не оказывается. Надо все-таки помнить при этом, что многие компоненты вот того бульона, да, бульона, в котором масса полезного, масса микро-макроэлементов, масса солей, ну это практически одно и то же, да, биологических комплексов, белковых, липопротеидных комплексов. Не надо забывать о том, что в этом жире, который вы так или иначе пошел, для вас, в общем, будет заключаться и дополнительная порция энергии. Это раз. А во-вторых, это одно из условий образования липопротеидов. А это значит, у вас появляется материал для образования оболочки сомембраны клетки, новой клетки, молодой клетки. Вот что происходит. Именно поэтому и вот пишут об этих эффектах такого внешнего омоложения людей, тогда, когда они принципиально используют этот бульон. Но если у вас уже есть вот эти проблемы, связанные с развитием процессов, которые могут привести к развитию атеросклероза, к инфаркту или к инсульту, конечно, пожалуйста. Ради бога. А встыл бульончик, собрали этот лишний жир, вытянули и все. И можно использовать дальше. Проблем здесь нет никаких. Так что вот так, вот таким вот образом. Вот второй вопрос от Сергея Будущего. Сергей Будущий. Я все время, как называют, спотыкаюсь об этот ник. То ли Сергей Будущий, то ли Сергей из прошлого в будущее, то ли из будущего еще куда-нибудь. Ну, не важно. Заставляет задуматься о человеке, который думает о своем будущем. Вот, мне кажется, так надо расшифровывать ник. Небольшой вопрос по Скипидарам Вандам. Сергей Будущий, пожалуйста, небольшой, вместе пишется. Отдельно, не надо писать. Вопрос какой? Небольшой. Всего-то. Понимаете, не надо вместе писать. Вы меня простите, что я об этом говорю, но я так натыкаюсь на это. Может, я не прав, может, я тоже оправил там русского языка, не знаю, такое тоже может быть. Старый стал, уже забыл. Так, хотелось бы у вас немного уточнить по Скипидарам Вандам. Можно ли их делать для конкретного участка тела? Вот вопрос очень интересный, очень. Значит, я прошу быть внимательным. Например, в моем случае для простаты. То есть, сделать не ванну, а какой-нибудь маленький тазик, чтобы туда сесть. И Скипидар воздействовал непосредственно только на область таза, имеется в виду малый таз моего организма. Это просто. И деньги сэкономить, так как Скипидар что-то нынче дорогой стал. И положительный эффект, надеюсь, даст на простату. Ну, если делать вот в тазике. Я так понимаю. Если это возможно, то дайте, пожалуйста, инструкцию для правильного концентрата и муси для такого тазика, для простаты. Знаете, какая вещь, вы сейчас поступаете, как забыв правило, забыв его категорически. Об этом, правда, напомнила вам Елена Николаевна Закускина, тут же напомнила вам. Но я хочу напомнить это всем. Организм у нас единое целое. Ухо вы опустите в эту Скипидарную ванну и будете его греть. Ноги сядете в тазик с этими Скипидарными эмульсиями и Скипидарными бальзамами, так назовешь. Он будет работать на весь организм. Поможет при этом сохранить простату. Да, снять лишнее воспаление. Конечно, поможет. Поможет, но. Стоит ли? Вот ведь какая вещь. Понимаете, потому что проблемы простаты начинаются не в простате, а начинаются в моче-выводящих путях. И то даже это нет. Они начинаются в сосудах почек. Вот почный синус, почный узел. Вот там начинаются эти проблемы простаты. Проблема простаты начинается в позвоночнике, в пояснично-крестцовом, особенно крестцовом отделе позвоночника. Вот там формируются проблемы простаты. И проблемы, скажем, в том числе и эрексильные, как говорят, да? Они тоже формируются там же, в первую очередь там же. Потому что то, что происходит в простате, это результат. Если вы хотите, чтобы этот результат ушел, то работать, действовать надо не на простату. Вот в чем вся вещь-то, понимаете? Ведь проблема простаты, простатит, это воспалительный процесс, достаточно такой активный должен быть, чтобы вызывать какие-то определенные ощущения, которые могут привести к сужению уретры. То есть мочеточника, в том числе, может привести к нарушениям мочевого пузыря и мочеотделения, и много чего. А самое главное, может привести к изменению работы в почках, к тому же самому пилонефриту, и к камнеобразованию, и к разным-разным-разным неприятным вещам. Вот этот застой, который образуется в сосудистых органах малого таза, в том числе почек, потому что надо считать, что они все-таки, так сказать, органы малого таза, понимаете, в мочеточниках, в семенниках, в простате, даже в работе пещеристых тел, главного органа мужчины, понимаете, вот что, вот что. А если вы хотите как бы заняться вот этими уже результатами, то тогда лучше пойдите к врачу, и он точно звать, простамол вам назначит, какие-то еще вещи, и не надо будет заниматься никакими скипидарными ваннами, ничего делать. Вы понимаете, какая вещь? Вот для того, чтобы помочь себе, не обязательно делать скипидарные ванны. Вначале провести хотя бы ту самую гипертермию. Она ведь не требует от вас применения гипертермальных ванн, то есть скипидарных ванн. А вот подключить скипидарные ванны потом. И тут вы не обойдетесь, извините, без общих ванн. Да, вот сделать там, скажем, десяток гипертермальных ванн, это очень важно. С участием, например, сульфата магния, с тем, чтобы усугубить. Но при этом, для того, чтобы справиться с тем, что называется простатитом, необходимейшим образом надо заняться пояснично-крестцовым отделом. И я не раз рассказывал о том, что в этой ситуации, тогда, когда вы начинаете работать, необходимо делать две вещи, да? Улучшать кровоток, активизировать его, а это требует упражнений физических для развития малого таза. Особенно это касается растяжечных упражнений. Очень хороши в этом смысле упражнения, которые предлагает Норбеков для растяжки. Понимаете? Вот это вот необходимейшая вещь. Потому что это то, что улучшает снабжение органов малого таза кровью. И восстановление микроциркуляции. Вот что. Тогда, когда мы проводим с вами горячие гипертормальные ванны, мы помогаем нашему организму справляться с теми, с той инфекцией, или с той бактериальной атакой, ревирусной атакой, которая могла привести вот к такого рода явлениям, когда появляется болезненность, когда появляется невозможность до конца опорожнить мочевое пузырь, ну и так далее, и так далее. Понимаете? Потому что тут корень зла. Тут корень зла. Нет достаточности. Густая кровь обязательно будет приводить к этому. Именно поэтому невозможно вам провести сейчас, скажем, герутерапию. Замечательно. Такая вот малая операция в этом смысле, которая, так сказать, дает возможность мужчине уйти от более тяжелой операции. Понимаете? Но пиявочки. Нет пиявочек. Пожалуйста, коруивы. Обязательно. Вот триумвират. Какой триумвират? Растяжечные упражнения. Они очень хороши. Но плюс к этому, безусловно, в этой ситуации на какое-то время можно обойтись аппликатором Кузнецова. И помните, я все время рассказывал мужчинам, когда возникают там и женщинам, и мужчинам, потому что это касается довольно большого количества гинекологических проблем, возникающих у женщин, тогда, когда я прошу, пожалуйста, ложитесь на аппликатор Кузнецова, и было бы очень хорошо, чтобы вы сверху еще положили на себя аппликатор, сверху положили груз, а под пояснично-крестцовый отдел положили аппликатор и даже небольшое возвышение, чтобы все тело плотно легло на аппликатор, чтобы он чувствовался как надо. Понимаете? Две минутки потерпеть можно. И лежать на нем, пожалуйста, и лежить, потерпите. Пожалуйста. Какие проблемы? Там боли нет. Отдыхать, отдыхаете, лежа на аппликаторе Кузнецова. Но самое главное, что вы создаете условия, при которых организм, расслабляя мышечную структуру пояснично-крестцового отдела, освобождая тем самым сосуды, восстанавливается кровоток. И вот это важно, потому что в тот момент начинают работать почки очень здорово, потому что в кровь начинает поступать довольно большое количество продуктов воспаления, которые есть в простате. Есть из-за того, что там спастика, что там появился бактериальный агент какой-то или какой-то вирус, понимаете? А кровь начинает отрабатывать вот этот момент и убирает оттуда продукты воспаления, которые способствуют развитию этого процесса. И скибедаж здесь ни при чем. Здесь при чем температура. Потому что если вы встанете через час и положите хотя бы руку вот на то место, где у вас был эппликатор на пояснично-крестцовый отдел, то вы рукой почувствуете, что там горячо. Вот что произошло. Понимаете? И после этого, пожалуйста, там не в этот же день, на следующий день, пожалуйста, общую гипертермальную ванну. Желательно бы и в этот же вечер, в этот же день, так построить свой день, чтобы можно было сделать то, о чем я говорю, и то, что... А вечером сделать гипертермальную ванну. То есть подчистить. И обязательно закончить этот день сорбентами. Обязательно. Надо убрать. С тем, чтобы вот эти продукты воспаления, которые выделились, выврошены в кровь, они не оставались в организме. Они не задерживались там. Вот таким вот образом, спокойно делайте эту процедуру. Для чего я сказал, что можно обойтись без этого, но скибедарные ванны будут нужны. Скибедарные ванны будут нужны вот для чего. Дело все в том, что один из эффектов, мощнейших, красивейших эффектов скибедарных ванн, почему скибедарные ванны, залмановские, да, имеют другое название, потому что, например, доктор Мазур так и называет в своей книжке, капилляротерапия. Капилляротерапия. Это восстановление микроциркуляции и капиллярного кровотока в организме человека. Вот это очень важный момент. Но самое главное еще к этому эффекту, основному восстановлению, это восстановление микроциркуляции происходит еще и за счет того, что достаточно активно рассасываются и убираются, восстанавливаются. Да, соединенные тканные рубцы на месте тех воспалительных процессов, даже микровоспалительных процессов, которые вырубают наши капиллярчики из общей жизни организма. Понимаете, вот за счет разрушения вот этих вот точных ударов, точечных ударов свободных радикалов по внутренней, по атаку на внутреннюю поверхность сосудов и капилляров. Вот это то, что у Абрама Славомоновича Залманова называется ваза-вазорум, сосуды сосудов. Вот оно где-то, где кроется эта часть. И тут на бескипедарных ванн не обойтись. И, понимаете, с учетом вашего общего состояния, пожалуйста, потратьтесь. Потратьтесь. Я не имею в виду большое количество денег потратить на это. А, пожалуйста, не надо тратить много денег. Вначале сорганизуйте для себя вот этот вот момент. И еще один фактор, который я в этой ситуации хотел бы, чтобы вы поняли. Вот недаром сегодня, во многих случаях, а сегодня даже, по-моему, уже это постоянный момент в назначении препаратов, лекарств, которые назначаются врачами при огромном количестве нозологий. Касается это сердце или не касается сердца, неважно, печень касается или не касается, неважно. Опять неважно. Обязательно назначается кроворазжижение. Обязательно назначается кроворазжижение. Вот это важнейший момент. Понимаете? Потому что мы должны восстановить, если иметь в виду вашу проблему, то мы должны восстановить, да? Ну, хотя бы процентов на 90 функциональное обеспечение работы простат. И тогда будет все хорошо. И тогда будет все хорошо. Единственное, вот сейчас многих мужчин пугают тем, что вот тогда, когда проводятся горячие термальные процедуры, горячие гипертермальные ванны, скажем, тем, что замедляется сперматогенез, и на какое-то время вы можете, так сказать, быть неспособны к зачатию, но это-то как раз эффект временный абсолютно. Как только восстанавливается нормальный кровоток и все, тут вот мужчина должен ждать, что он уже трижды может стать отцом довольно быстро. У нее активность сперматозозов и то возрастает. Вот в чем тут дело. Понимаете? Это за счет усиленного питания, за счет притока кислорода, за счет многих-многих вещей. Вот в чем дело. Самое главное, что вот этот вот путь, он не дает возможности восходящего пути развития инфекционного процесса. То есть бактерии, кишечная палочка, бактерии, какие-либо еще неприятности, они не попадут в почки. Вот что очень важно. И, так сказать, извините, вы защитите ваши почки от той недостаточности, которая может возникнуть в них. И именно поэтому прошу, вот почему я все время говорю, а ты петрушку, 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 да почему это, петрушка, на что? Лучше там пятенок, или лучше каких-нибудь других препаратов, понимаете, связанных с лечением простаты, или пиолонефрита, или там, скажем, воспаление мочевого пузыря. Да нет, конечно. Сравнить нельзя. Но дело все в том, что петрушка делает одну вещь. Во-первых, антиоксидант, который снижает активность свободных радикалов. Это первое. Второе, незаметное, на это никто не обращает внимания. Об этом даже не говорят. А второе, это диуретик. Такой мягкий диуретик. Мягкий диуретик. Но об этом мы должны с вами знать. А это значит, мы с вами усилим процесс промывания мочеводящих путей, в том числе, да, усилим изброс, вот вывод этих токсических остатков, продуктов, воспаления, возникшего в простате, да, вывод его из организма, и в том числе, и промывание мочевого пузыря, что тоже очень-очень важно. Не даже, так сказать, уже сколько тысячи лет знают о доброй способности арбуза, да, который помогает нам промыть мочеводящие пути. Все отверху донизу. Понимаете? Именно в этом и заключается польза арбуза, в первую очередь. Понимаете? О том, что он убрал продукты воспаления, когда промываете мочеводящие пути и почечную лоханку. Понимаете? Вот эти вот продукты воспаления и создают условия для того, чтобы этот процесс развивался. Вот смотрите, теперь, да, работа с поэстично-крестцовым отделом. Так, вода, безусловно, разжижение крови, кора ивы, замечательно. Сейчас, так сказать, многие уже врачи прописывают кору ивы для разжижения крови. Она спокойно, она не может разжижить кровь так, что она, как водиться будет, потому что так было у нее такое свойство природное, но в то же время эта кровь не будет, так сказать, на грани образования тромбов. Это очень хорошо. Понимаете? Дальше смотрите. При этом мы с вами еще делаем гипертермальные ванны. Гипертермальные ванны это способ подавить, помочь организму подавить внутреннюю инфекцию, температура нам в этом очень здорово помогает, очистить организм, да, тогда, когда мы проводим гипертермальные ванны, сосудики у нас и не только сосудики и мышцы расслабляются, они проходят вот такое вот расслабление, я не люблю этот термин, такая релаксация и мышечная, и нервная, всяческая, понимаете? То есть мы с вами становимся более-менее физиологически свободными, поэтому улучшается кровоток, улучшается сброс токсички, улучшается движение лимфы, все лучше становится, понимаете? Таким образом, и следующий этап, это скепидарные ванны с обязательным добавлением петрушки, с тем, чтобы все как следует вымыть и помочь убрать вот те самые соединительные тканные рубцы, которые всегда возникают на месте воспалительных процессов, в том числе и в простате, понимаете? И когда эти соединительные тканные рубцы, они размягчаются, кровоснабжение простаты улучшается, и она уменьшается, она приходит в себя, в нормальное состояние. Вот, как бы вам сказать, обрисовка того процесса, который должен сделать хотя бы раз в год. каждый мужчина, каждый мужчина, начиная с 30-35 лет, это я вам говорю, прожив, так сказать, на этой земле 72 года, ну, понимая, так сказать, функциональные особенности мужского организма, понимая, в чем и почему и как. Вот это вот точно совершенно надо знать, это надо делать. Теперь смотрите, пожалуйста, ну, я еще раз повторяю, да, скипидарные ванны может быть и дороги, но один раз в год мы себе можем позволить, клянусь, потому что гипертермальные ванны можем провести без скипидарных эмульсий и растворов, гипертермию мы можем провести, можем провести с солью, кстати сказать, очень даже неплохо, это один из факторов, который будет помогать организму бороться с сформированной инфекционной агрессией внутри организма, вот о чем идет речь. если это возможно, то дайте, пожалуйста, инструкцию, так, и еще вдобавок, я выдам обязательно эту инструкцию, и еще вдобавок, хотел бы у вас узнать про такой препарат, как пирогенал, недавно прочитал и понял, что он как раз тоже дает такой гипертермальный эффект, то есть люди с какими-то вирусными или бактериальными заболеваниями возможно будет полезен в качестве дополнительной гипертермии помимо гипертермальных ванн. Я хочу вам сказать, что пирогенал известен, он действительно используется для специфической терапии некоторых ситуаций, вот, но я бы не советовал им пользоваться, этим пользоваться должны безусловно врачи, потому что этот процесс должен отслеживаться обязательно, понимаете, его можно, этот процесс повышения температуры с помощью пирогенала или каких-либо других веществ, можно, конечно, можно поднять температуру тела, но он не контролируется, да, и сколько, 6-8 часов, 10 часов может быть эффект этот быть и более того все эти 6-8-10 часов он еще будет нарастать, а вы держите вы этот процесс или нет, я этого не знаю, я этого не знаю, причем эффект этих вот пироактивных препаратов использовался тогда, когда начинали заниматься так серьезно термотерапией, термотерапией и первое с чего начинали как раз вот эти вот с этих препаратов которые вызывают вот этот пиротемпературный эффект в том числе и пирогенал и должен вам сказать что они могут принести значительные нарушения внутрь организма вплоть до самых 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 тяжелых не надо самим заниматься этим гипертермальный эффект гипертермальных ванн он хорош тем что в тот момент когда вы прекращаете ванну и даже если вы ложитесь в постель и вас хорошо тепло укутывают и все все равно температура тела начинает снижаться снижаться вы подняли ее искусственно вы искусственно можете ее продержать ну 40 минут ну час но она неизбежно через час будет по крайней мере в районе 38 градусов но этого времени более чем достаточно для того чтобы вот этот эффект пиро активный эффект отработал сделал свое дело вот это очень и очень важно с помощью пиро активных препаратов и веществ заниматься никому не советую не советую я прошу прощения мне очень дорога человеческая жизнь или так сказать как называется проблема которая связана с тем что и у меня как и у всех должна быть совесть для того чтобы какие-то вещи рекомендовать я никак не могу посоветовать использовать пирогенал или какие другие эффекты он должен использоваться в специфических вещах например используется при туберкульзе кстати сказать он довольно часто используется для лечения простатита и кстати сказать соединенные тканных рубцов пост операционных рубцов тоже довольно часто используется они размягчаются они потихонечку рассасываются даже некоторые рубцы уходят да это так но это прошу прощения должен быть финальный результат финальный и лучше если это будет происходить под наблюдением врача пожалуйста хотите проводить эту историю пожалуйста предложите вашему урологу это сделать я думаю что он откажется и не будет этого делать и наверное будет прав Елена Николаевна Закускина отвечает даже если попарите руки или ноги воздействие на простату тоже будет ну конечно потому что простата не что иное как часть нашего организма куда деваться от этого понимаете нет смысла садиться в тазик сделать ножную ванну до колена или до середины икры а с таблетками я бы не советовал экспериментировать но об этом я уже сказал забегая немножко вперед значит смотрите концентрация скепидарных ванн которые вы делаете ножных она в общем-то очень простая на 10 литров воды значит начальная температура 36-37 градусов пожалуйста одну чайную ложечку одну чайную ложечку желтый белый или смешанный то есть взять скажем для 2 чайных ложки или пол чайной ложки желтой и пол чайной ложки белой смешать и пожалуйста использовать смешанную ванну думаю что вам бы достаточно будет чайной ложки 5 грамм желтый эмульсив с состоянием вашей сосудистой мне кажется что это так достаточно вполне достаточно ну а температуры при ножных ваннах вы можете поднимать даже до 43 градусов и уверяю вас особенно если вы еще накинете на плечи какую-нибудь там шаль какой-нибудь еще плед на плечи на кое набросите то через какое-то время вам будет так жарко и у вас так польется пот с вашего лба что не остановить замечательно совершенно работает и здесь конечно не надо использовать 12 13 15 максимальная доза в этой ситуации это 5 где-то 5 чайных ложек 5 чайных ложек на одну ванну длится она будет по эффекту по длится длится эти ванны нужно смотреть по эффективности вы подняли на 1 градус замечательно до 3-4 минутки при 38 градусах побыли подняли до 39 да еще 3-4 минутки побыли подняли до 40 и на этом на первых порах можно остановиться при 40 градусах минутки 3-4 побыть и то вы уже почувствуете вот этот самый результат и то что будет лучше намного вашим органом вашего вашему организму особенно это область малого таза безусловно и сердцу это один из способов понижения артериального давления в том числе и почечной природы вот что очень важно так что имейте это в виду если вы будете подходить к своему здоровью так же как это прослеживает сейчас вы можете себя угробить вы молодой человек организм ваш со всеми бедами может справиться сам это пишет Елена Николаевна сделайте если вы считаете нужным очищение и затем курс ванн пусть ножных или ручных и успокойтесь иначе ваша тревога здоровья может превратиться в фобию и проблема которая сейчас едва проявляется вырастет до небес Геннадий Семенович добрый день я думаю что скипидаровые ванны для пятой точки имеют право для использования однако очень нежные места поблизости и не столь результативными из-за того что их концентрация и температура ниже будут такие ванночки Елена Николаевна права кроме того на столе на стопе и на ладонях представлены биологически активные точки всего организма которые безусловно в этом процессе будут участвовать Сергей будущее спасибо вам за совет но я хочу именно чтобы простату по максимуму напитало кровью вы понимаете какая штука я вам объяснил как это надо сделать потому что значит напитало кровью это значит надо просто восстановить систему сосудистую восстановить микроциркуляцию а для этого да действительно гипертормальная ванна нам очень нужен но предварительно надо снять зажимы которые всегда есть особенно у мужчин вот в силу особенностей мужского организма в позвоночнике в пояснично-крестцовом отделе особенно в крестце вот это надо снять понимаете а уже потом говорить на питание на питание кровью если я сконцентрирую температуру из такой ванночки максимально в этой области то я кровообращение улучшил в простате и возможно я смогу разогнать свой застой не разгоните потому что вы будете разгонять застой по всему организму пятой точкой вы опустите в эту самую ванну скипидарную или ноги опустите или руки не важно не имеет значения работать вы будете со всем организмом совсем и это правильно для того чтобы не создать таких же застойных тяжелых стрессовых ситуаций в других частях организма и все внутри нас взаимосвязано наша простата отдельно от нашего пупка не живет так средствами массовой информации формируется один еще момент из этого сообщения очень важный средствами массовой информации формируется мнение о целесообразности широкого применения иммуномодулятора как безопасных средств повышающих сопротивляемость организма человека к различным патологическим воздействиям однако многие иммуномодулирующие препараты это средства не повышающие не специфическую резистентность устойчивости организма к патогенным факторам а дополняющие или изменяющие ее вот что касается иммуномодуляторов иммуностимуляторов и прочее это последнее о чем бы я сегодня хотел сказать понимаете иммуномодуляторы это особый класс препаратов которые поддерживают определенные части нашей иммунной системы и в последнее время наверное вы заметили я уже года два слов иммуномодуляторы практически не употребляю я довольно много об этом говорил там некоторое время назад пока в общем до конца не осознал вообще эту самую проблему ну и последнее что это тогда когда я получил первую книжечку от Бочаровой по поводу фитомикса который так и назывался фитоадаптогены в онкологии и когда я начал внимательно смотреть ее и внимательно начал смотреть за людьми которые занимаются фитотерапией я понял что они в общем-то никакого отношения к иммуномодуляции не имеют это препараты адаптивные то есть это препараты которые целиком организму нашему помогают существовать в той среде в тех условиях в которых этот организм оказался так что вот сегодня я говорю не об иммуномодуляторах а я говорю об адаптогенах которые помогают доставляют организму необходимое количество тех солей витаминов белковых соединений там сахара жиров углеводов понимаете то количество которое ему нужно и того качества которое нужно как пример я привожу полифит М понимаете потому что надо действительно чтобы этот препарат нес тот состав себе который бы не вызывал скажем хотя бы тех же самых аллергических реакций потому что аллергические реакции возникают только в одной ситуации они возникают тогда когда есть избыток каких-то веществ которые настолько активно вмешиваются в биохимический цикл организма человека когда появляются вот эти вот признаки аллергических реакций когда слезятся глаза когда ты весь начинаешь чесаться когда тебе на кожу выбрасывается бог знает что когда у тебя начинает по всему телу разрастаться зоны шелушения и всего остального как при псориазе понимаете вот в чем дело вот такого рода реакции могут быть и при иммуномодуляции вот это специфическое воздействие на организм и обязательно когда вы смотрите на препараты которые вот этой области это не значит что они помогают иммунной системе они помогают иммунной системе справиться по отношению к определенной вирусной или бактериальной среде вот что но ведь у нас еще есть паразиты у нас еще есть масса вообще химических веществ которые нас отравляют так вот адаптогены служат восстановлению устойчивости защитных сил организма и самое главное они помогают организму избавиться от тех излишков химических биологических неважно каких понимаете и таким образом снять угрозу именно поэтому полифит М никогда не вызывает аллергических реакций даже у аллергиков понимаете вот какая штука поэтому по поводу иммуномодуляции имеет смысл немножко более подробно поговорить и вот тут вот совершенно особое выделил по поводу перигенал и перигенал так вот вот полиоксидония синтетические иммуномодуляции вообще извините пожалуйста докторам которые вызывают усиление функциональной активности цитокинов тем самым способствуют активации и клеточного и гуморального иммунитета кто это сказал это написано в рекламах в рекламных проспектах цитокинов вещи очень сложные их действия очень сложные они хороши они помогают человеку помогают но это специфическое воздействие понимаете специфическое и об этом надо помнить подобного недостатка полностью лишен перигенал да кто это вам сказал уважаемый так сказать Сергей будущее где это вы прочитали в рекламных проспектах на этот препарат кто это вам сказал он модулирует природное строго определенное через топ рецепторы и дозированное воздействие на врожденный иммунитет мягко стимулирует защитные силы организма усиливает фагоцитоз способствует активации экспрессии нужных генов да бог тебе бог вам понимаете вы перед геналом можете так проэкспрессировать воздействие на генетическую структуру человека на геном человека что извините ради бога через 3 месяца и я был свидетелем такого рода вещей через 3 месяца вам придется к онкологу идти так что уж пожалуйста будьте добры не надо заниматься тем чем не надо дома заниматься если у вас есть и вы решаетесь на том что перед генал вам очень нужен пойдите к вашему врачу и решите с ним эту проблему пойдет он на то чтобы его использовать в вашем лечении или нет понимаете я вот как-то не очень помню чтобы урологи шли на использование перригинала в результате простатитов даже хронических даже тяжелых вот чем вся штука понимаете не говоря уже о том что беспокоиться надо о том чтобы баланс питающий и помогающий нам дышать жировой баланс в организме белковый жировой углеводный да помогал нам выживать вот в чем дело вот это надо делать улучшать кровоток и восстанавливать микроциркуляцию крови микроциркуляцию крови в организме вот что чем надо заниматься и не надо лезть туда куда не надо лезть вот чем вся вещь понимаете зачем же вы сами себя ставите под удар говорю это с полным основанием вот такая вот штука уважаемый Сергей будущее или Сергей будет думающий о будущем сказал так понятно но на сегодня уже время мое вышло несмотря на то что я и начал вроде как сегодня на несколько минут позднее но время вышло поэтому всего вам доброго до свидания жду ваших сообщений и ответов но готовлю тогда материал уже ну когда более-менее остановится вот формирование вашего отношения к тому что он называется атеросклерозом всего вам доброго до свидания атеросклерозом